Но на историях мы должны учиться. А учимся ли мы? Я думаю, нет. Многие страны вводят в локдаун, карантины, западка в цены. У нас на поверхности другие вопросы. Политика, конституция, дележка власти. Не на вас сейчас. Не на ваших там жизней, не на ваших там болезней. Люди пилят власть, пилят бюджеты. Кто будет думать о вас? Только вы сами. Поэтому не надо ждать никакого царя. Не надо ждать, что наше государство что-то сделает. И даже если будут проводиться карантины после 11 апреля, это не поможет. Люди не будут сидеть. Не будут сидеть дома, потому что всемирный банк сказал, что 700 тысяч граждан потеряли работу. Раньше я не получал сколь массовых сообщений дать в долг, устроить на работу, дать какого-то продукта. Сейчас массовое сообщение к общему. Массовое. Ни карантин не поможет. К вакцинации мы не готовы. У нас всего лишь 75 тысяч доз вакцин. Как они будут распорядиться, по-кому не знаю. При этом сам руководитель нам говорит, я киборг, вакцинироваться не буду. Ну, за него, конечно, говорят, он сам не говорит. Но это пример же. Другие же это видят. Особенно люди верующие. Они думают, ну, его Бог бережет, и нас Бог побережет. Ну, я вам откровенно говорю. Поэтому уроки истории здесь должны быть. Я так понял, руководствуют нашим не до нас. После 11 апреля будут обсуждаться не коронавирус, а может, в каком-то моменте будет заседание. Будут заниматься выборами. Выборами за Конгрессом, потом опять выборы. После выборов снова опять дележка. И вот так и пройдет. Вот что у нас на 21-й год, когда другие страны пытаются защитить своих граждан, когда обезопасить своих граждан, у нас пока политические проблемы. Поэтому берегите себя, берегите своих родных, ответственность на каждом из нас. И не надо думать, что государство у нас что-то решит. Лучше, наоборот, заранее быть готовым, что ничего оно решит. Спасибо.